всем привет итак я снимаю вторую часть которая демонстрирует использование нейронной сети доме в этой части вместо ноутбучной камеры я буду использовать вот такую вот айпи камеру в качестве события по которому она будет срабатывать теперь будет использоваться не датчик движения а гиркон вот такой вот на двери то есть когда дверь будет открываться я буду заходить камера смотрит прямо на вход и будет делать несколько кадров на которых потом будет искать и и есть ли лицо или нет так и сейчас я попробую это все продемонстрировать так не открываю дверь мажор дом сказал что входная дверь открыта делается пару снимков и ориентировочно через 10 секунд если нажат дома найдем в общем у нас вообще она горит привет алекс я нашла тебя на фото вот таким образом она работает в общем таким образом она работает единственное что мне сейчас не нравится это достаточно долго распознает ну пока ничего с этим не могу сделать до 10 секунд это будет занимать и так чтобы организовать похожую логику который я сейчас продемонстрировал вам понадобится в принципе любая наверное камера которая поддерживает айпи камера которая поддерживает протокол ртсп и и и вы сможете добавить без проблем используя простые устройства просто вставляете ссылку она будет на автоматически делать снапшоты и будет показывать их в на страничке просто устройство также с помощью стандартной функции снапшот нужно будет получать эти кадры вот далее вам понадобится геркон датчик открытия двери я использовал вот компании xiaomi и естественно сама нейронная сеть сейчас я покажу логику которая делает снимки я проверяю если дверь открылась это можно в принципе закомментировать это я для демонстрации делал чтобы озвучивалась что происходит вызываю метод который делает снапшот он у меня по умолчанию будет создаваться вот в этой папочке после этого я переношу этот файлик в папку где находится сама нейронная сеть да и переименовываю ее даю такое имя которое нейронная сеть ожидают и вызываю потом батник чек фейс сейчас я покажу как он выглядит так вот так выглядит батничек то есть все что он делает это просто мы переходим папку там где лежит нейронная сеть сначала запускается скрипт на питоне который будет искать меня и потом будет искать другого члена семьи после этого не этот файл удалять так как он все равно будет несколько раз но с каждым кадром будет перезаписываться сам питон файл который собственно говоря используют нейронную сеть и ищет лицо выглядит таким образом в принципе вам вникать в него нет необходимости единственное чего стоит внимание это вот этот адрес то есть после того как нейронная сеть найдет лицо и мало того что это будет какое-то лицо это будет лицо именно того человека которые как бы нужно найти и если это произойдет то значение эвклидово про старой эклидово значение будет записано вот 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 этот объект объекты админ и значение эвклидовый сейчас я покажу вот здесь стандартный класс юзерс в нем вы можете добавлять всех ваших пользователей ножа дома в том числе и тех которых будет распознавать нейронная сеть я добавил сюда вот новое свойство эвклид вэлью и вот именно сюда используя вот такой реквест будет попадать значение из нейронной сети в данном случае значение 046 это значит что в том примере который сейчас был нейронная сеть нашла именно меня так как это значение меньше чем 06 и поэтому она произнесла мое имя сейчас я вам чисто для того чтобы продемонстрировать вот значение то есть после того как батник запустил второй файл этот второй файл высчитал значение и она стала 079 то есть как вы помните 079 это больше чем 06 и это значит что на том снимке не дико а на том снимке именно пользователь с имени модель вот здесь 044 где находится сама логика которая проверяет эти значения после того как нейронная сеть добавил отошлет значение в н в свойство эвклид вэлью каждый раз при изменении этого свойства будут допускаться нет чек фейс необходимый здесь только чек фейс а нейтрализация метода чек фейс выглядит следующим образом я то есть я достаю все объекты из класса users то есть вы можете добавить туда неограниченное количество пользователей и искать их но вы должны помнить что сколько у вас пользователей столько у вас должно быть и копий вот этого питоновского скрипта который ищет человека то есть если у вас будет всего две копии то вне зависимости от того сколько вы пользователи добавили нейроносеть будет искать только двух людей и все так вернемся к логике метода чек фейс то есть я достаю всех пользователей которые есть системе менажер дома вытаскиваю у них у всех значение и плитого значения достаю все имена ну это хом это я использую то есть когда я вернулся чтобы уже дома знала что я вернулся и если это буду я то вот это хом будет значение 1 вот и это индикатор привет это чтобы она по 300 раз не приветствовала меня то есть достаточно один раз сказать привет или какую фразу вы захотите чтобы просто не было дублей вот и вот дальше я проверяю то есть если это значение меньше 0 6 то выставить для этого пользователя at home 1 и сказать ту фразу которой вам нужно в принципе вот и все что он делает также я хотел бы заметить что вот папочка abs и face detect куда я копирую файлик который потом запускается вернее который потом анализируется с помощью вот этого питомного файла чек фейс почерпения здесь же лежат все файлы которые отвечают за распознавание это там все признаки хара вот эти два файлика с разрешением дат и здесь вы должны указать о вернее положить примеры файлов ваших соображением вашего фото для для двух пользователей то вернее для тех пользователей сколько для такого количества пользователей сколько у вас предусмотрено в системе у меня здесь всего два файлика и если вы поменяете здесь имя файла на свои драгое ваше имя то необходимо также и в скриптах подменить подменить имя файлы вот вот это место также если вы будете копировать файл будете использовать какое-то другое имя файл например не check space то вы должны и это подредактировать где должно быть какое-то ваше название файла в принципе вы можете ничего не менять как бы это не принципиально единственно можно поменять имя файла вот здесь вот в принципе все что касается работы логики все исходные коды которые здесь представлены как всегда на гитхабе я их я ссылки на них оставлю под видео я подозреваю что я не все мог учесть и не все рассказал или как-то непонятно рассказал не стесняйтесь задавать вопросы а также если вам понравилось это видео не забывайте ставить лайк и подписываться на канал всем пока